Доброй ночи всем! С вами Нирвана Самадхи. И сейчас я хочу рассказать очень интересное видео. Рассказать по видео о тех именах, которые мне были даны в голосах. Как бы мне. Но мне казалось, что от Иисуса, но там были разные голоса. У меня было и один голос, и несколько имен, почему я так называюсь. Так-то я Лена по паспорту. Но у меня есть имена другие. То есть Нирвана Самадхи Самати Ситхи. Потом есть имя Агиасма. Есть имя Парсуна. И как-то меня назвали Лампада. Ну, то есть, я не знаю, почему такие имена мне давались. Но вкупе с Маймани Величия эти имена мне самой очень нравились. И потом я в обострении, когда их слышала, то есть я не знала, что они означают. Так глубоко не копала в эти имена, в эти значения. Но потом я стала узнавать, стала искать в поиске, в поисковике, в интернете, в Википедии названия этих имен, которые мне давались. То есть, я их сама не придумывала. Они мне были даны. Нирвана Самати, Самадхи Ситхи – это состояние блаженства. Самадхи более тяжелого состояния. Ну, то есть, такое тяжелое блаженство. Ну, что-то вроде кайфа, наверное. Самадхи – это более легкое состояние. Ситхи – тоже просветление. Далее. Агиасма. Мне голос был как-то о священной Агиасма. Меня назвал Иисус, как будто с космоса. То есть, Агиасма – это, как я узнала, с греческого это «святая вода» переводится. А «порсуна» переводится «портрет персона», «картина». То есть, очень красивые имена. Ну, лампада – это всем известно. То есть, такие имена были мне даны в глазах, что я просто была удивлена потом, когда уже узнавала их значение, насколько всё осознанно. При этой болезни, при шизофрении, у меня классический вид шизофрении, то есть, насколько осознанными могут быть эти проявления болезни, даже галлюцинации, могут быть очень осознанными. И ещё хочу сказать маленькое, а по скриптуму сделать. Те, кто пишет мне такие комментарии, «хватит бухать», «хватит пить», «ты совсем спилась» и так далее. Я хочу сказать таким людям, которые мне так пишут, что если бы я пила алкоголь, я бы не могла вести канал, я бы лежала на койке в психбольнице, потому что алкоголь или наркотик при моём тяжёлом состоянии, при моём заболевании вызывают острые психозы и обострения. То есть, мне хочется сказать, «хватит писать мне такие комментарии, которые грубые, которые меня обижают». Насчёт моего лица опухшего, что я могу сказать? Это проявление болезни, лекарства, плюс мой возраст. Мне не 15 лет, не 17. Мне 41 год. Плюс к тому, что я пью очень тяжёлое лекарство, нейролептики, которое у меня очень сильно, то есть, даёт тяжёлое состояние. И от лекарств я очень много пью воду, жидкость вообще. Ну, то есть, много я пью воды, потому что мне бывает плохо, когда человеку плохо, он много пьёт воды. и ещё с такими лекарствами, тяжёлыми нейролептиками, которые бьют по печени, естественно, у меня такой вид. я просто знала многих женщин, девушек с этой болезнью, которые выглядели как алкоголички и как бомжи. То есть, болезнь, она не красит никого. Поэтому, прежде чем писать комментарии, такие, хватит бухать, ты совсем спилась и так далее. Подумайте, о чём вы пишете, потому что если бы я пила или что-то употребляла, кроме лекарств этих, я не смогла бы ничего делать. Ну, ролик вообще-то не об этом, ролик об именах моих. Я надеюсь, вам было интересно послушать, как меня назывались в галлюцинациях моих. Всем спасибо.